В ходе масштабной ремонтной кампании дорожники приступили к работам на Курганском Арбате. Сейчас идет подготовительный этап – снятие тротуарной плитки, которая отправится в пользование Центрального парка культуры и отдыха. По словам Сергея Руденко, директор Департамента развития городского хозяйства Кургана, подрядчик работает добросовестно. Улица будет сделана вся по ГОСТу, так как сделан участок от Ленина до Володарского. То есть этот участок все уже оценили. То есть хорошая, солидная, так скажем, дорога получилась с тротуарами, с заездными карманами, с парковочными местами. По этому же принципу пойдет, в принципе, вся улица Карла Маркса, и в том числе участок, который мы привыкли называть Арбатом. Объем работ большой, но, по словам Сергея Руденко, их попытаются закончить ко дню города. Следующим этапом после снятия тротуарной плитки станут гидравлические испытания действующих коммуникаций. Трубы были заменены в начале 2000-х годов, но чтобы иметь гарантию на ближайшее время, что никаких нештатных ситуаций не произойдет и не придется вновь вскрывать свежеуложенный асфальт, была достигнута договоренность с сетевыми организациями, чьи коммуникации расположены на данном участке. Самое главное, приоритетное, мы для себя ставим это качество и сроки выполнения работ. То есть у нас мы понимаем, что пристальное внимание к ремонту дорог у нас в городе Кургане есть, и как раз и сроки. Чем быстрее это мы, конечно, сделаем, тем меньше будет у нас трудностей для автомобилистов. Мнения курганцев, ежедневно проходящих по пока еще пешеходному Арбату, разделились. Одни считают, что такие изменения статуса этого участка улицы Карла Маркса лишат жителей города единственной прогулочной зоны, а другие, наоборот, рады транспортной разгрузке, особенно в последнее время, когда большая часть дорог в центре Кургана перекрыта. Не рады мы по поводу Арбата. Почему? Ну как, единственная пешеходная улица была в городе, а сейчас ее нет. Будет проезжая часть. Это пыль, грязь. Да, наверное, лучше будет, потому что разгрузится на самом деле. Там невозможно уже ездить ни по Гоголе, ни по Куйбышево, а тут параллельно улице, да, наверное, да. Были вложены огромные средства в благоустройство этого участка в городе Кургане, в центре города. Конечно, желательно, чтобы была не проезжая часть, а прогулочная зона, как в более крупных городах, чем Курган. Хорошо относимся. Пусть сделают дорогу, разгрузят немного дороги. Проще будет проезжать. Очень плохо. Да, потому что неудобно будет ходить. Неудобно здесь. Как-то после школы можно было хоть немного погулять, отдохнуть, а сейчас нигде не погулять. Очень даже хорошо. Что? Место больше будет. У нас же в Кургане дороги узкие, и не проехать. Количество машин, автомобилистов больше становится с каждым годом. А так вот расширят. Так-то я бы Арбат лучше оставил, чем дорогу. Гулять народу, детям было бы где. Да, очень отрицательно. Мы письмо писали, и все это бесполезно. Очень отрицательно. Дети у нас там бегали, играли. Какая красота, тишина и все. Сейчас с той стороны у нас машины, здесь будут машины. Я не знаю, о чем думает руководство нашего города. О, хорошо. Конечно, хорошо. Так и надо давно сделать. Столько движений сейчас в городе, не проехали. Пробки. Нормально. А какой Арбат? Кто его придумал? Арбат, Арбат. Много народу-то и не бывает. Вон набережная Тобова. Там нужно гулять. А в центре города, здесь, здесь. Копоть дым. Мусор лишний. Марина Белкина, Александр Киселев, Андрей Бахарев. Информационное агентство Курганру.